Добрый день, уважаемые коллеги, добрый день, дорогие друзья. Я рад вас приветствовать на нашем очередном вебинаре Директ Академии. Сегодня вебинар буду вести я, Калиников Павел Юрьевич, кто меня не знает. Я хотел бы сразу задать вам вопрос, слышно ли и видно ли меня. Поставьте, пожалуйста, по нашей традиции плюсики в чат, если все нормально. Спасибо. Спасибо, вижу, что все нормально, поэтому приступаю к нашему сегодняшнему вебинару. Итак, по традиции, если кто-то первый раз, слушайте внимательно. В самом начале нашего чата четыре ссылки, которые могут быть для вас весьма полезны. Первая ссылка ведет на главную страницу нашего сайта, на страницу расписания. И в этом расписании вы можете зарегистрироваться на все вебинары, проходящие в течение нашего учебного года вплоть до июня месяца. А также посмотреть записи прошедших вебинаров. Вторая ссылка ведет на наш видеоканал на Ютьюбе, на который я вам настоятельно рекомендую подписаться. Записи всех наших вебинаров ведутся, и запись, в том числе и этого вебинара, попадет через некоторое время на наш видеоканал на Ютьюбе. В настоящее время у нас там уже более 400 записей вебинаров. Это огромная база знаний, в которой можно найти очень-очень многое. Третья ссылка ведет на страницу онлайн-курсов Директ-Академии. И это страница для тех, в настоящий момент там информация о 9 курсах, которые мы предлагаем для вузов и для физических лиц. Это страница для тех, кто хочет учиться дистанционно. Ну и, наконец, последняя ссылка ведет на страницу выдачи сертификатов. По этой ссылке можно приобрести сертификат сразу после окончания нашего вебинара. Ну и на все прошлые вебинары, которые вы посетили, тоже можно... Олег Яковлевич, ну что я могу сделать? Мы работаем с Мирополисом, просто менять наших контрагентов ради того, чтобы было слышно с планшета. Ну да, каюсь, ну что ж поделать. Единственная просьба работать с нормального компьютера тогда. Да, да, 21 век, наверное, да, но, наверное, так. Ну что ж, продолжим. Сегодня я также хотел бы дать вам информацию о последующих вебинарах наших. Причем в данном случае это будут не вебинары, следующие три вебинара. Хотел бы проанонсировать нашу группу вебинаров о вебинарах. Такой получился даже не мини-трек, а такой достаточно хороший трек. Наш сегодняшний вебинар, он предваряет трек из семи вебинаров, посвященных вебинарам. Этот трек посвящен, точнее не посвящен, а для кого он? Для спикеров, состоявшихся или предполагаемых, или тех, кто пока размышляет, стать ли ему спикером вебинара или нет. Также для будущих организаторов вебинаров, для организаторов онлайн-обучения и так далее. Давайте я приведу ссылки на все вебинары. Так, прошу прощения, это не та информация. Сейчас я скопирую. На все оставшиеся вебинары нашего трека проведут этот трек разные люди. Первую его часть проведу я, а потом подключатся другие люди. Итак, 22 января продолжение нашего сегодняшнего вебинара, который называется «Практические советы ведущему вебинара». Часть первая – подготовка материалов вебинара. 28 января продолжается тема «Практические советы вебинара». Часть вторая – работа в ведущего в эфире. 31 января заканчивается вот эта тема «Практические советы ведущему». Часть третья – после вебинара собираем плоды труда. У 7 февраля Дмитрий Кречман, руководитель маркетинга компании «Гиперметод», проведет, как я надеюсь, очень интересный вебинар. По крайней мере, я с их системой знаком. Е-класс вебинары не как у всех на платформе «Гиперметод». Действительно, у них очень интересная платформа вебинарная, и о ней интересно будет послушать. 8 февраля, буквально на следующий день после Дмитрия, Татьяна Телегина проведет вебинар «Ошибка выжившего» или «Подводные камни» вебинариста. Ну и, наконец, 14 февраля, вот мы так в месяц уложимся, «Как выбрать платформу для вебинара» проведет Дмитрий Кирьянов, замечательный специалист в онлайн-обучении, которого я специально попросил провести вот этот вот вебинар. Он будет завершать наш трек. Так что, милости прошу на вот эти вот вебинары нашего трека записывайтесь. Я надеюсь, что для вас это будет интересно. Ну, а сегодня у нас вводный вебинар. Вебинар, он на самом деле не столько вводный, сколько такой необычный, он философского такого характера. Хотя иногда некоторые доводы, которые вы здесь услышите, они не сразу бросаются в глаза. Вы знаете, идея этого вебинара пришла ко мне примерно полгода назад. Я задал, а может быть даже и не я, задал вопрос в сообществе. Наверное, все-таки я по поводу того, а какие преимущества вебинаров вы можете назвать. Дело в том, что, ну вот, все, кто участвует в вебинарах, примерно знают эти преимущества. Ну, когда надо их назвать явно, формализовать, так сказать, на бумажке, то все как-то немножко стушевываются и называют одни и те же вещи, не понимая или не умея формализовать следствия этих вещей, которые очень важны. Вот сегодня мы поговорим о том, что может вас подвигнуть на то, чтобы начать заниматься вебинарами и предоставит вам такие доводы, которые именно для вас могут оказаться важными. По сути дела, все эти доводы, они исходят из определения вебинара, но к этому мы сейчас подойдем. Если говорить глазами спикера, то можно говорить о следующих проблемах. Это подготовка к проведению вебинара, проведение вебинара, использование результатов. Об этом, собственно, мы поговорим на следующих наших вебинарах. Но если вы еще не спикер или начинающий спикер, скажем так, то у вас другой вопрос стоит. А зачем мне надо становиться спикером или организатором вебинара? Что я конкретно с этого буду иметь? Либо что с этого будут иметь мои слушатели? Либо что с этого будет иметь мой вуз, мое руководство, которое меня за это похвалит или наоборот поругает? Какие последствия для меня от введения вебинара? Ну и тут мы можем привести упрощенное историческое определение вебинара о том, что вебинар – это удаленный семинар с использованием коммуникационных возможностей интернета. Это определение, оно и не точное, с одной стороны, не всеобъемлющее, но тем не менее в нем есть очень важные моменты. Первый момент. Сейчас я начинаю рисовать. Первый момент – это слово «удаленное». И из этого слова очень много чего следует. по сути дела, возможность удаленности. Здесь еще отсутствует слово в определении, которое очень важное, но которое, наверное, в определение не попало, потому что казалось, что оно не так важно. О том, что все это достаточно дешево можно организовать. Ну, может быть, это зарыто во фразе «коммуникационные возможности интернета». Итак, первое – это слово «удаленные». И оно действует на 100% до сих пор, несмотря на то, что определение историческое, определение упрощенное. Второе слово «семинар» – это слово неточное, очень неточное, потому что, и, может быть, именно из-за этого слова, претензии к упрощенности этого определения, потому что вебинар – это, конечно, не только семинар, и, может быть, иногда и не столько семинар, это и лекция, может быть, это и мастер-класс, и некое маркетинговое мероприятие, и многое-многое, многое-многое другое. Вот, поэтому здесь мы нарисуем такой ежик со стрелочками, да? Ой, не очень хорошо у меня, может, получилось. Семинар-то семинар, но на самом деле речь идет о гораздо большем спектре различных мероприятий. Ну и, наконец, последнее – это с использованием коммуникационных возможностей интернета. Вот тут вот тоже третье важное слово о том, что… Ну, давайте, наверное, выделим третье и четвертое слово. Первое – это коммуникационных возможностей, о том, что мы используем развитые коммуникации, которые раньше были недоступны, и, в общем-то, за счет того, что… за счет развития этих коммуникаций, вообще-то, это и оказалось все возможным. Вот. Ну и, наконец, то, что это не просто коммуникации, а сетевые коммуникации интернета – оно тоже ведет к ряду следствий, которые мы здесь обсудим. То есть, если бы это просто были развитые коммуникации какие-то телефонные, телевизионные и так далее, то вебинара, как такового, не было бы. Но это возможности именно интернета, то есть некой сетевой сущности, и из этого следует тоже масса интересных следствий. Итак, мы тогда рассмотрим сейчас наше преимущество вебинара или доводы. Они же доводы к тому, чтобы использовать вебинары. Первое – это географическое преимущество. Вы знаете, они не ортогональные, эти доводы, то есть, они, может быть, частично друг другом поглощаются, но, тем не менее, разбить их можно примерно так. Транспортные проблемы или доводы, связанные с транспортными проблемами. Проблемы – организационный аспект, финансовый аспект, разные виды дополнительных удобств. Ну и то, что не попало в предыдущий пункт, и самый обширный пункт – это некие дополнительные возможности по сравнению с традиционным очным проведением какого-то мероприятия. Сразу хочу сказать, что я здесь буду сегодня говорить именно о преимуществах, понимая, и прошу, чтобы вы тоже понимали, и понимали, что преимущество – это всегда одна сторона монета. Другая сторона монета может заключаться в том, что преимущество в каких-то условиях может являться и недостатком. Но мы все-таки сегодня поговорим о преимуществах. Мы с вами сейчас проводим вебинар, мы в Директ-Академии проводим каждый день вебинары, и к нам сходятся несколько десятков, а то и сотен слушателей. И это говорит о том, что, в общем-то, в целом преимущество-то перевешивают. Поэтому вот именно о них мы сегодня и поговорим. Ну что ж, давайте начнем. Начнем с географии. Это наиболее естественная вещь. Ой, прошу прощения. Наиболее естественная вещь. Да, и тут я хотел бы пометить следующее. Сегодняшний мой вебинар, он будет состоять из тезисов. И эти тезисы не отрывистые, а такие достаточно сформулированные хорошо. Это тот стиль презентации, который я на самом деле критикую почти везде. Критикую, когда говорю о роликах учебных на основе презентации. Буду критиковать на следующем мероприятии, когда буду говорить о вебинарах, о подготовке материалов для вебинаров. Но сегодня я решил вот наступить на горло собственной песни и сделать это именно так. Ведь в названии звучит, что это доводы для вас и для вашего начальства. А начальству не всегда хочется и может сходить на вебинары. И даже выслушивать час записи вебинара ему нужно короткое изложение. Поэтому вот этот вот файл презентации, его в принципе можно использовать просто как набор ваших доводов, которые вы можете прочесть и использовать для себя или для кого-то другого. Можете их просто использовать один в один, просто прочитав их. Или дать прочитать эту презентацию. Поэтому презентация так и создана. Вместо коротких тезисов все-таки более-менее осмысленные предложения по одному доводу на один слайд. Презентацию, как всегда, вы можете скачать и использовать как вам заблагорассудится по целиком или отдельные слайды. Единственная просьба со ссылкой на меня и на компанию Директ Медиа. Итак, поехали. Вот такая вот естественная вещь, которую все понимают, но которую надо назвать. Участники, спикеры, организаторы, все они находятся в разных местах. Эти разные места могут быть разными комнатами, домами, районами, городами и даже странами. Участник из Австралии находится на таком же виртуальном расстоянии от меня. Сейчас, если бы он здесь присутствовал, как тот участник, который находится прямо за стеной. Вебинар всех их уравнивает. Ну, в общем, может даже так получиться, что участник из Австралии ближе немножко по виртуальному расстоянию, чем какой-нибудь участник из города, где плохой канал связи и так далее. То есть не расстояние, не истинное расстояние играет роль, а такое расстояние, как виртуальное расстояние, каналы связи, которые нас объединяют, они большее влияние оказывают, чем непосредственная география. Этот момент естественный, он прямо из самого определения вебинара следует. Но пока это еще не довод, это только наметка довода. А теперь давайте поговорим о некоторых частностях, которыми ведут это. Ну, первая очень приятная частность – это для организаторов есть возможность привлечь топового спикера из другого региона, другой страны. Очно пригласить было бы его, либо стоило бы больших денег, а чаще просто физически невозможно, потому что человек не поедет ни за какие деньги. Ну, нет у него столько времени, понимаете? Потратить три дня, чтобы один день ехать туда, потом в течение часа выступить, и потом в течение следующего дня ехать назад. Нет такого времени, разве что за очень большие деньги. Участие в вебинаре – это очень малый, по сравнению с вот этими всеми переездами, очень малый труд для этого спикера, и он может согласиться. Вы знаете, он может согласиться за меньшие деньги, может согласиться вообще бесплатно выступить. Так что это огромная возможность, которую надо учитывать, и просто для организаторов вебинаров это ни с чем не сравнивая возможность. Следующее следствие – это то, что для участника это возможность слышать топового спикера. С другой стороны, участник-то может находиться тоже в другом месте относительно организатора. То есть он тоже со своей стороны может и не добраться. Ему может не хватить денег, времени, чего угодно, чтобы даже если мы этого топового спикера вытащили, скажем, в Москву, то участник может не добраться. Ну и вот как эта схема выглядит. Условный спикер из Чикаго. В Москве, допустим, организаторы всего этого мероприятия. А слушатели где-то в глубинке. Не сочтите за банальность в качестве глубинки я выбрал город Урюпинск. Ну вот примерно так. То есть какой-нибудь топовый спикер, например, вот здесь изображен Насим Талеб. Да, ну мы, конечно, не сможем его пригласить, но, может быть, кто-то сможет на вебинар его пригласить. Он и до Москвы-то, может, доезжает один раз в год, несмотря на то, что активно занимается лекционной деятельностью. А уж до глубинки российской он точно никогда вообще не доедет. А с другой стороны, да, это вот первое лицо. Второе лицо находится в Москве, которое это все замутило. Ему кажется, что пригласить этого топового спикера для российской аудитории, оно было бы хорошей идеей. Но как это сделать? Пригласить его? С одной стороны, он не доедет, да? А с другой стороны, вот эти люди не доедут. Им дорого. Им в Москве жить надо как-то, да? Хотя бы день. Ну, в общем, все это страшно. Вебинар решает сразу обе эти задачи. Ну, или даже три задачи, если взять вот эти три вершины, да? Каждая из них испытывает неудобство от того, что невозможно это сделать очно. А вебинар решает эти проблемы. То есть теперь можно приглашать спикера, топового спикера из какого-то города, огромного, большого города, другой страны, самому находиться в Москве, но не обязательно в Москве, это тоже может быть какая-то глубинка. Может быть и наоборот, да? Может быть организатор находиться вот здесь, третий пункт, да? А спикеры находятся в других, в более крупных городах. Это тоже еще один вариант, да? Вот такая схема теперь возможна. Раньше она была в принципе невозможна. То есть это принципиально новое, принципиально новое, что дает вебинар. Следующий момент. Визы. Когда мы приглашаем спикеров или когда мы приглашаем наших слушателей, могут быть визовые вопросы. Ну, например, на моих вебинарах и на моих курсах многократно присутствовали люди, русскоязычные люди из других стран, очень далеких стран, где проблема доехать, она стоит не только географически, но и вот в правовом поле. То есть виза нужна. Визу можно быстро не получить. Если ты узнал о вебинаре, который состоится завтра, то нет времени уже визу получить. Эти проблемы достаточно существенны, когда речь идет о серьезном распределении ваших слушателей и ваших спикеров по нашему земному шару. Ну и наконец, вот есть такой существенный момент, то что страны могут враждовать, но участники вебинара из разных стран могут прекрасно учиться и вебинары могут служить такой, ну, если не местом примирения, то местом, где люди, которые бы чувствовали себя, не дай бог, врагами, занимаются одним и тем же, спокойно, мирно и в некотором смысле даже являются проводниками мира. Вот, к сожалению, время у нас сейчас такое, что очень многие враждуют, даже бывшие страны, которые дружили. Вот, и это очень немаловажный момент. Вы можете пригласить, в том числе и продавать, кстати, свои услуги тем людям, которые находятся в странах, куда бы вы не поехали и откуда они бы не поехали. Но виртуальное пространство, к счастью, нивелирует эту проблему. Весьма актуально, да, в наше время. К сожалению, весьма актуально, но это так. То есть, и этот довод, это, ну, например, если вы этот довод будете повторять для вашего начальника или для финансового директора, это довод, который говорит о том, что возможен выход на рынки, которые для нас закрыты по географически, если речь идет об очных мероприятиях. Ну, перейдем к транспортным проблемам, которые, собственно, из географических вытекают. Самая главная проблема, никто никуда не должен ехать. Точнее, не проблема, а довод. Никто никуда не должен ехать, все участвуют с любого удобного места, где есть интернет. А это даже в пределах города. Даже если вы организуете, например, внутри Москвы очные мероприятия, внутри Москвы онлайн-мероприятия, то вы экономите людям 2-3 часа свободного времени, которое можно потратить на отдых или на зарабатывание денег, на другую работу, на близких, родных и так далее. Это очень существенно. 2-3 часа на одно единственное мероприятие. И экономия тут большая. То есть, другими словами, если бы я бы пытался сейчас вас собрать, даже москвичей в одном месте, то доехали бы хорошо, если бы треть доехала до меня. Вот если бы все совместно, допустим, там 3-4 таких вебинара, семинара в одном большом семинаре бы собрать, ну, тогда еще, может, люди доедут. А вот на одно единственное, никто не приедет, я думаю, что это будет даже, может быть, не 30%, а 20% от того состава, который я мог бы собрать здесь в онлайне. Ну, собственно, вы знаете, это довод общий вообще для онлайн-обучения, но именно вебинар позволяет его воплотить в жизнь. Организационный аспект очень существенный, опять же, с точки зрения того, кто будет принимать решение о том, проводить вебинары или нет. Вот такие вот доводы. Не нужно заказывать аудиторию и платить за ее оснащение. Существенный вообще момент в организационной деятельности. Для того, чтобы заказать аудиторию, ну, вообще аудитория денег стоит. Даже если это ваша аудитория, вовремя ее освободить от занятий, наладить там оборудование, сделать, чтобы все там было так, как надо, это и деньги, и организационные затраты, еще и на входе надо разобраться с пропусками там и так далее. Целое-целое дело. Особенно если вебинар для большого количества людей, как у нас вот иногда приходит по 200 человек, да, это же целое дело. А вебинары все равно. Но там два человека или 200 человек, это примерно одно и то же. Никакой аудитории заказывать не надо. Конечно, некоторые организационные мероприятия надо сделать, но их количество и трудоемкость гораздо ниже, чем для мероприятия очного. Описанные выше преимущества, не только предыдущие, не только вот это, но и все, что описано было до этого уже, и то, что будет потом описано, они позволяют привлечь большее число участников, соответственно, эффективность работы спикера повышается. То есть я мог бы сегодняшнее наше мероприятие приобрести, в каком-то зале провести, или в маленькой комнате, но столько бы людей не пришло. Соответственно, моя личная эффективность как спикера, то есть потраченное время на единицу, на одного присутствующего человека, оно было гораздо ниже. А в данном случае оно становится выше просто потому, что реальнее собрать этих людей в одном месте. Я становлюсь как спикер эффективнее. Вот этот аспект, он хоть и организационный, он важен и для организаторов обучения, и для людей уровня проректора, ректора. То, что эффективность его преподавателей повышается, он важен также и для самих преподавателей, потому что эффективность собственной деятельности, она достаточно серьезно всех всегда интересует. Можно организовать смешанное обучение, то есть не обязательно полностью переходить на вебинары. Если у вас уже организовано очное обучение, вы можете часть этого обучения перевести в вебинары, а остальную часть оставить очной по каким-то причинам. Например, консультации личные сделать, хотя их тоже можно организовать онлайн, но все-таки или какие-то иные формы, лабораторные работы, например, и так далее, проводить очно. Все остальное сделать вебинарами. Появляется гибкость. Что-то вы можете сделать вебинаром, что-то очно, и таким образом совершенно различные образовательные программы реализовывать с разным технологическим наполнением. Собственно, это уже факт, который используется при смешанном обучении или специальный термин Blending Learning. В это обучение, конечно, не только вебинары могут войти, но в вебинары входят в такой очень органичной части. Как мы убедились уже на предыдущих пунктах, рассматривая предыдущие пункты, у вебинара ниже организационный вопрос. Что это значит? Это значит не только просто то, что меньше чего-то, а там меньше денег, меньше хлопот и так далее. Но раз меньше хлопот, очень важное следствие. Можно вебинар устроить либо по более узкой теме, либо по менее значительному поводу. Как я уже говорил, для того, чтобы люди собрались очно, нужен повод. И этот повод должен быть хороший, большой. Для вебинара можно порог этого повода снизить. То есть более низкий, что ли, порог. Ну вот, например, если бы я организовывал наши мероприятия, связанные с указанными в чате треком вебинаров, вебинаров о вебинарах, я, наверное, бы первые свои четыре вебинара позвал бы вас на полный день, да, позвал бы всех спикеров, и мы бы за один день все это рассмотрели. Вот тогда бы вы, может быть, приехали бы, да. Так имеется возможность сделать это, во-первых, не одним таким большим кулаком, распределить по тому времени, когда удобно спикерам. Для вас это тоже не такой уж отрыв от производства. Вы можете час всегда потратить. Так что повод гораздо ниже. Ну и можно устроить по более узкой теме. Это важно, например, для научных сотрудников, которые, ну, например, физики или математики, которые занимаются очень частной проблемой. Таких может быть там, ну, в Москве пять человек, например, да. А по всей стране, по всему миру сотня. Ну, предположим, да, есть такие узкие вопросы. В любой области есть узкие вопросы, которые только малому количеству людей интересны. А так как у вебинара низкий организационный порог, вы теперь можете и по этой узкой теме тоже организовать вебинар, и это будет здорово, это будет нормально. А очно бы вы этих людей не заполучили, потому что из этих пяти человек трое не смогут пройти, и вы останетесь в лучшем случае наедине с кем-то, обсудите эту узкую проблему. Очень важная проблема. Часто она стоит. Есть прекрасный лектор, профессор, который для вуза очень важен, но он уже старенький. Ему трудно ходить на лекции, тем более на семинары. Он с каждым годом, его нагрузка понижается, просто потому что, ну, не может он уже. Вебинар эту проблему решает. Человек, который не может ходить, то есть, да, мы говорим, в Москве 2-3 часа, вот, вы недоположено на транспорт. Вот, в данном случае он может вести вебинары из дома, и проблема классного спикера, который по возрасту не может принимать участие в лекциях, она решается. По крайней мере, порог вот этой вот возраста преподавательской деятельности, он сдвигается в сторону высоких возрастов. Это для всех хорошо. Во-первых, человек остается востребованным буквально до конца своих дней, пока может, да. Во-вторых, люди получают ценнейшую информацию от этого опытного человека. В общем, куда ни посмотри, одни преимущества. Поэтому и для вуза, и для студента, и для самого профессора это благо. Да, но сюда примыкает вопрос, не обязательно это возраст, это может быть инвалидность, это может быть какие-то иные причины, по которой человек не может явно присутствовать. Вот просто не может вообще. Он ценный кадр, но присутствовать в оффлайне не может. Вот возраст это просто одна из наиболее таких явных причин, по которой это происходит. Финансовые преимущества, которые примыкают к организационным преимуществам. По указанным причинам вебинар дешевле для организатора, для спикера, для всех участников, то есть вообще для всех участников вебинара со всей сторон он дешевле. По причине отсутствия транспортных проблем, организационных и так далее. А это здорово. То есть если это дешевле, значит этого можно организовать больше, например. Либо можно организовать, как я уже говорил, что-то очень-очень частное. И много-много других следствий из того, что это дешево. То есть это просто с экономической точки зрения это обоснование для гораздо более широкого круга возможностей по онлайн обучению, по обучению вообще, чем ранее у вас был. То есть этот круг, он разрастается, ну можно сказать, почти что экспоненциально по мере линейного уменьшения стоимости всего вот этого. Ну, в частности, возьмем Директ Академию. Скажите, разве компания, вот такая компания как Директ Медиа могла бы себе позволить проводить каждый день очное мероприятие в каком-то месте и выделять на это ресурсы, приглашать вас туда, оплачивать это все? Думаю, что нет. Тем не менее, сейчас вы видите, что Директ Академия существует и каждый день проводят вебинары для вас. Причем эти вебинары для вас бесплатны. Вот пример того, как финансовая составляющая влияет на саму возможность что-то делать. Частный случай. Кто-то хочет проводить платные вебинары. Вебинар платный, но его цена может быть ниже онлайн очного мероприятия как раз по причине отсутствия ряда затрат, которые присущи очному мероприятию. Все очень просто. Раз у вас организационные затраты, скажем, в пять раз уменьшились, вы можете при той же прибыли вычесть просто эти затраты из цены мероприятия. Все естественно, соответственно, вы просто имеете новые возможности. Раз у вас новые другие цены, к вам придут другие люди, их будет больше и так далее. Возвращаясь к вопросу с географией. Стоимость привлечения... Ну вот я здесь другого спикера указал, надеюсь, и тот, и другой был узнан, да? Стоимость привлечения важного спикера для проведения вебинара ниже, чем для проведения очного мероприятия. Спикеру не надо выезжать, не надо тратиться на дорогу, не тратить свое время драгоценное на эту дорогу. Если спикер живет особенно в другом месте, то его время дорого. Вы обязаны оплатить не только то время, когда он будет вещать на вас час, да? Ну и вообще все время, которое он потратит на подготовку к этому мероприятию и чтобы доехать до вас. Вот, соответственно, вы сразу имеете новые финансовые возможности, да? За одни и те же деньги привлекать лучших лекторов, да? Либо, наоборот, уменьшить затраты на привлечение спикеров. Удобство. Ну, удобство – это такой общий термин, наверное, да? Тем не менее, давайте по нему поговорим. Участники могут использовать, ну, это только одно из видов удобства, да? Могут использовать удобную одежду, находиться в удобном месте, пить чай, отвлекаться на срочные дела. Это не всегда хорошо с точки зрения вебинара, но с точки зрения участника хорошо попить чай и, может быть, иногда даже на что-то отвлечься. В некотором смысле это бич вебинаров, да? Когда стоит мне, например, только начать говорить менее интересные вещи, то человек сразу отвлечется, пойдет в Facebook, посмотрит или в Instagram или еще куда-то, да? Ну, для участника это, несомненно, удобно. И это надо иметь в виду. Поэтому участник с большей охотой придет на вебинар, потому что он знает, что это не очень сильно его отвлекает от других дел. Он может что-то еще параллельно делать, там, одним ухом слушать, либо более активно участвовать, но сидеть в удобной позе. Вот один из наших участников, видите, справедливо, я хочу сказать, в самом начале вебинара высказал претензию о том, что с гаджета он не может служить. А ведь вообще сам принцип, то, что вебинар можно смотреть не только сидя в кресле у компьютера большого, но и смотреть с гаджета где-то, чуть ли не приезжая в метро. Это такое новшество, которое еще надо переосмыслить, да? Спикер тоже может использовать свободные стили одежды. И вот тут вот я, Галин Демьянов, ну вот, видимо, тот гаджет был немножко не такой. Он, скорее всего, был маковский какой-то, эпловский, и с Эплом у Мирополиса были всегда проблемы. Спикер тоже может использовать свободный стиль. Более того, да, вы видите меня, вот, верхнюю мою часть, и, соответственно, я могу беспокоиться только о своей верхней части, чтобы прилично выглядеть. Как там спикер выглядит внизу, никого не касается, да? Ему удобно. Ему это тоже удобно, ему не надо отвлекаться на то, чтобы привести себя в такое состояние, там, с галстуком, в отличной обуви, там, и так далее, как он пойдет на какую-то конференцию. Это очень существенно, и это повышает, точнее, понижает уровень, который необходим для того, чтобы принять решение об участии в мероприятии. Участики могут приходить сколько угодно раз, сколько угодно раз уходить с мероприятия. Ну, если вы ведете занятия в УЗИ, вы знаете, да, что когда у аудитории все ходят туда-сюда, это очень отвлекает спикера, это вообще считается плохим стилем поведения студентов. Многие просто запрещают это сделать, но, а уж, коль скоро студент знает, что вот ты туда вошел, но выйти ты уже не сможешь, он еще подумает, а надо ли мне туда войти. Если его, это не жизненно необходимо для зачета, он может еще и передумать, и не пойти. Ну, а здесь вы понимаете, что если кто-то вам позвонил, вы можете на минуту отвлечься, поговорить, и все нормально, да, или открыть дверь и так далее. Это не страшно, это не так страшно. Игорь Владимирович говорит, нижняя часть спикера, тема для отдельного вебинара. Вот спикеры, да, спикеры знают, меня поддерживают, это, ну, это действительно удобно, да, не очень сильно заботиться о том, чтобы быть полностью с иголочки одетым. Ну, ладно, не будем этому такое уж сильное внимание уделять, да. Итак, свобода для участников. Я бы даже сказал, что не только для участников, в отдельные моменты времени и даже и спикеры могут позволить себе отдохнуть. Ну, вот, например, я часто строю свои вебинары по принципу презентация плюс видеоролики. В момент, когда я показываю видеоролики, я выключаю свою трансляцию и имею возможность чуть-чуть передохнуть, выпить чаю, там, может быть, даже совершить какой-то звонок, посмотреть в мессенджер, не пришло ли мне там какое-то срочное сообщение и так далее. Это, в общем, достаточно удобно не только участнику, но и спикеру тоже. Какие еще удобства, да? Участники могут присутствовать анонимно. Для кого-то это может быть важно. Причины могут быть разные, но в интернете вообще очень много причин присутствовать анонимно. Ну, мало ли, допустим, вы хотите прийти к преподавателю, который вас хорошо знает, но в плохом смысле этого слова. Здесь вы можете особо не заморачиваться на эту тему, прийти под другим именем или вообще как аноним, как гость, и поучаствовать в вебинаре, не имея вот этого порога общения с тем человеком, который может вас знать с плохой стороны. Не буду это комментировать, но это тоже удобство, это традиционное удобство интернета, которое интернет часто предоставляет. Ну и дополнительные возможности. Тут самый большой пункт, точнее раздел, который содержит самое большое количество пунктов. Самая главная дополнительная возможность, запись вебинара можно использовать как самостоятельный контент. Можно делить его на отдельные учебные ролики, если можно разделить вебинар на какие-то логические части, продавать отдельно или вместе эти записи. Я, правда, противник продажи записей вебинаров, но некоторые это делают и делают достаточно успешно. Можно записи вебинаров включать в учебные курсы, несмотря даже на то, что изначально эти вебинары могли и не входить в эти учебные курсы, а проводиться как отдельные мероприятия. Использовать вебинары для маркетинга, записи вебинаров, прошу прощения, для маркетинга и многое-многое другое. Не зря я вас в начале каждого вебинара призываю записаться на наш видеоканал в YouTube, где хранится база знаний из 400 вебинаров. Все это очень важно, это огромная дополнительная возможность. Очные мероприятия просто так не становятся видеороликом, а вебинар, можно сказать, что становится путем нажатия на одну кнопку, становится видеороликом. В каких-то вебинарных системах это проще сделать, в каких-то чуть-чуть сложнее, там требуется конвертация, но тем не менее это есть. Один лайфхак. Записи вебинаров можно смотреть на повышенной скорости. Можно это делать во многих платформах для дистанционного обучения, можно это делать в YouTube. Именно поэтому я предпочитаю не просто давать ссылки на записи вебинаров в вебинарной системе, которая сама по себе не позволяет скорость повышать, а выкладывать все на YouTube, который имеет возможность повышения скорости. Дело в том, что способ, скорость говорения у спикера в большинстве случаев меньше, чем скорость восприятия вами информации. Это надо быть очень квалифицированным диктором, типа дикторов радио или тех актеров, которые воспроизводят рекламу, очень быстрым темпом, чтобы говорить тем темпом, который для вас является естественным. Поэтому, если вы повторяете вебинар или даже смотрите его впервые, попробуйте включить вторую скорость. Не успеваете, переключитесь на 1,5, это сэкономит вам полчаса с каждого часа. Это очень здорово. Например, я постоянно использую этот прием, пересматривая как себя, так и чужие вебинары, и это экономит массу просто времени. Записи вебинаров – это идеальная отчетность. Никто не скажет, что вы где-то не присутствовали, не провели, провели плохо и так далее. Вот она запись, смотрите, указывайте на мои недостатки, все есть. Я отчитался этой записью, ничего больше не надо. Ничего более вещественного, чем запись вебинара, не существует с точки зрения отчетности. Еще один важный момент. Число просмотров записи может даже превысить число участников вебинара. Тем самым эффективность работы спикера, и так, которая выше, чем очного спикера, она растет дополнительно. Вот у нас на канале есть, например, записи вебинаров, которые просмотрели три или четыре тысячи раз. Ну, это отдельные записи, не все. Обычно несколько десятков раз, или сотни раз, и так далее. Это были вебинары Софьи Багасаровой, нашего прошлогоднего спикера по вопросам искусствоведения. Вот она является известным блогером, у которой много тысяч подписчиков. Вот в конце наших вебинаров она просто сказала, в этом году я проводила вебинары для Директ Академии. Кому интересно, посмотрите записи. Сделала запись в своем блоге, и сразу у нас эти записи выросли по посещаемости в огромное количество раз. Таким образом, у нее на самом вебинаре могло присутствовать 20 или 40 человек. Когда посмотрели потом записи этих вебинаров, там, тысячи человек или две тысячи человек. Вот можете эффективность работы спикера скорректировать на это число. В вебинарах есть удобный инструмент, который называется опросами. Он встроен в вебинары. Я его использую не часто. Другие спикеры наши гораздо чаще его используют. При помощи этого инструмента можно контролировать вовлеченность людей в процесс вебинара. Ну и не только контролировать, но и, собственно, повышать эту вовлеченность. Это не всегда можно сделать при онлайн мероприятии. Ну, собственно, прошу прощения, при очном мероприятии. Ну, при очном мероприятии у вас есть и другие способы контролировать вовлеченность, но не всегда. Если аудитория большая у вас, например, вы лекцию проводите, то это не всегда возможно. Кто-то там на задних партах переговаривается друг с другом, там какой-то гул слышен, непонятно, есть вовлеченность в тему, нет вовлеченности. Провести опрос на бумажках, ну, это пол лекции займет, да. Есть, конечно, решение для гаджетов. Вот. Ну, все это требует некоторых дополнительных затрат времени и не так просто. В вебинарах это делается все очень просто и этим инструментом можно дополнительным пользоваться. Имея вебинары, вы также имеете аналитику, статистику и отчеты по тому, кто принял участие, когда они входили, сколько времени были и так далее. Кто был больше вовлечен, кто меньше вовлечен, что это за люди, какие у них должности. Пришли ли на ваш вебинар люди из, если ваша целевая аудитория делится там на 3-4 части, из первой части вашей целевой аудитории, из второй или примерно поровну, всю эту информацию вы можете посмотреть. Гораздо сложнее это сделать для очного мероприятия. Вот. А здесь это просто вы берете данные из базы данных, из админки вашего вебинара и смотрите. Список участников. У вас есть список участников с настройками, с их мейлами, с их телефонами. И это важнейший маркетинговый инструмент. Возможно, это будущие ваши клиенты. Можно их просто использовать для того, чтобы приглашать еще раз на какие-то вебинары. Это люди, уже проявившие себя как активные люди. То есть, если они хотя бы раз пришли на ваш вебинар, значит, эти люди уже чем-то заинтересованы. У них существует с вами и с вашей компанией какая-то незримая связь. То есть, эту незримую связь можно потихонечку укреплять, делать ее более значимой, более весомой и превращать в какие-то конкретные дела. Да, вот, кстати, вот так примерно выглядит отчет о проведении вебинара, где написано, что вот вебинар проводился тогда-то и тогда-то. Это, кстати, нет, это один из старых моих вебинаров. А, это нет, это вообще некий шаблончик такой. Ну, вот, вебинар проводился тогда-то, зарегистрировано было столько-то, посетило столько-то, не посетило столько-то. И фамилии тех, кто принял участие, где они работают, там его должность. В данном случае, как вы видите, некие данные такие специфические. Емейл, телефонный номер. А дальше идет некоторая дополнительная информация, о которой мы поговорим. Если участники правильно авторизовались, то легко организовать контроль посещаемости и вообще понять, кто, насколько был вовлечен в систему. Вот, видите, тут есть еще информация о том, сколько раз люди входили в вебинар и выходили, когда был осуществлен первый вход, когда последний вход, какова была общая продолжительность участия человека в вебинаре. Ну, еще тут информация, сколько вебинаров он посетил до этого. Вот такая достаточно серьезная информация, на основе которой можно говорить, кто, собственно, серьезно ходит на вебинары, а кто так зашел посмотреть. Вот, таким образом список этот легко градуировать по вовлеченности. Выделить людей, которые более вовлечены, отсеять тех, кто менее вовлечены и так далее. А дальше уже смотря, что делать. Может быть, наоборот, надо поработать с теми, кто зашел, да не получил того, что хотел и быстро вышел. Уже зависит от вас, как вы будете это использовать. Следующий момент. Назовем ее шириной канала взаимодействия с участниками. Если вы пришли на очные мероприятия, у вас неконтролируемый канал, он всегда один и тот же. Вот он вы, вы говорите, ваши студенты молчат, либо иногда вы даете слово студентам, они говорят. Вот всегда только так. В вебинаре ширина канала взаимодействия с участниками управляемая и зависит от того, как вы выстроили технические всякие моменты в вебинаре. Вы можете включить, например, только микрофон, вообще себя не показывать по какой-то причине. Некоторые спикеры вообще не любят себя показывать. Говорят, что говорящая голова отвлекает людей. Можете включить камеру еще, кроме микрофона. Со стороны участников к спикеру можно тоже включить разные варианты. Можно включить, я могу, например, участникам, особенно если их всего несколько, дать те же самые возможности и превратить вебинар, по сути дела, в видеоконференцию. То есть дать возможность, например, у меня три или четыре участника, я всех их подключаю через камеру и микрофон, и мы общаемся, ну вот проводим почти что сократовскую беседу какую-то. Все равны. Я могу дать им только голос без видео. Я могу, и это чаще всего происходит, со стороны участников общения только чат, а с моей стороны более серьезный канал. Видео плюс голос плюс чат. Ну и, наконец, когда уж совсем много участников, и когда есть подозрения на то, что туда могут попасть случайные люди, то можно применять чат с премодерацией. То есть когда ваш помощник в чате сначала просматривает вопрос и потом через несколько секунд его допускает в чат. То есть вот таким образом мы видим, что ширина канала взаимодействия, она на несколько порядков может регулироваться в зависимости от того, что вам надо от вебинара. Очень важный момент, да, во время вебинара спикер может распространять дополнительную информацию путем публикации ссылок или помещения файлов для скачивания. Ну попробуйте это сделать в очном варианте, да, какие-то сложности встретятся, да. Ну что вы это, на доске будете писать эту ссылку? Или даже если она у вас презентация, ссылки у нас сейчас длинные, да, обычно, люди должны пальчиками это все набирать. Одно дело, когда люди должны это, даже если они все с компьютерами там сидят у вас в зале, должны набирать эту ссылку. А другое дело, когда эту ссылку можно кинуть, например, в чат и все ее быстренько тыкнут и посмотрят, что там в этой ссылке находится. То же самое по поводу скачивания файлов, важных какие-то дополнительные файлы. Вот я сейчас делюсь с вами презентацией, вы можете ее скачать прямо сейчас. Я не говорю, что презентацию мою вы можете взять в системе дистанционного обучения, там, войдя в нее, там, под своим логином и паролем. Или можете взять там-то и там-то. Я говорю просто, она вот здесь, качайте ее прямо сейчас. Вот, это гораздо лучше, чем то, что можно сделать очно. Вытекающий из этого или продолжающий эту тему момент, это участники не просто сейчас участвуют, смотрят, вот как сидят за партой и смотрят на вас. Они находятся за своими собственными компьютерами или за гаджетами. Это значит, что они могут не только слушать вас, но и повторять какие-то достаточно сложные действия вслед за вами. Там, на сайте, на тренажере, на портале, в приложении, в интернет-сервисе и так далее. Если вы, например, учите ваших слушателей поведению на каком-то сайте, например, как править статью в Википедии, то вы можете делать, по сути дела, мастер-класс, основанный на том, что вы находитесь перед компьютером, ваш слушатель находится перед компьютером, и вы одновременно видите примерно одно и то же, и, возможно, даже работаете над одним документом. Например, у вас, вы дали ссылку на Google Документы, и весь класс одновременно, весь ваш онлайн-класс одновременно занимается правкой одного и того же документа, вставляет туда какие-то фразы, убирает фразы и так далее. Вот у меня достаточно интересный опыт по такому общению со своими слушателями. На ряде своих вебинаров я просто даю ссылку на Google Таблицу, в которой заполнены несколько строк. Например, я заполнил несколько строк, связанных с тем, описал несколько инструментов по теме данного вебинара. И говорю, а кто знает еще инструменты, пожалуйста, допишите их в других строках этой таблицы. И к концу вебинара у меня эта таблица из пяти строк превращается в 25 строк. И это коллективный труд, который можно использовать сразу, но может слегка его подкорректировать потом и так далее. Получается очень здорово. То есть это совершенно новое качество, которое немыслимо при очном мероприятии. Синхронность. Ну, синхронность это то, что с одной стороны сближает онлайн обучение с очным обучением, а с другой стороны привносит те недостатки, которые есть у очного обучения. Что такое синхронность? Синхронность это значит 25, 30, 100 тысяч человек, ну или даже 3 человека обязаны собраться в одно и то же время в одном месте. Но в данном случае в одном виртуальном месте и это уже хорошо. Но с другой стороны синхронность это не только недостаток, это и большое преимущество, связанное с тем, что люди, которые собрались в одно время, в одном месте, они более мотивированы, чем те люди, которые занимаются той же самой работой в разное время. То есть асинхронно. Если человек уже решил потратить свое время вот здесь и сейчас, он мотивирован лучше. Это я вижу, например, и по своим онлайн курсам, когда слушателям предоставляется возможность посмотреть запись вебинара, но те люди, которые пришли очно на вебинар, провели со мной это время синхронно, они, как правило, выполняют домашние задания лучше, несмотря на то, что... Даже если они не задавали никакие вопросы. Это вот такое вот свойство синхронности, оно повышает вовлеченность в материал. Синхронность создает некоторую синергию внутри коллектива слушателей. Может быть, эта синергия не очень явная, но на тех вебинарах, например, где задается много вопросов, дальше идет взаимодействие людей уже друг с другом. Люди начинают спорить друг с другом в чате. Это не всегда может быть удобно для спикера, потому что он не успевает смотреть, что происходит в чате. Но в любом случае это не так отвлекает, как в мероприятии очном. Если ваши студенты начинают активно обсуждать что-то друг с другом, это в аудитории шум, это неприятно, вести дальше невозможно. Если люди это обсуждают в чате, то это не так страшно, и это, в общем-то, достаточно хорошо. Более того, если вы используете такую возможность проведения вебинара, как ваш помощник в чате, то это вообще становится классным способом вовлечения людей, и можно таким образом гораздо больше сделать. Ну, это работает, когда достаточно много народу, там 100 человек, там 200 человек. Помощник в чате, это очень здорово, он такой разжигающий, скажем так, дискуссию. Это относится к приемам проведения вебинара особым, и это та дополнительная возможность, которая вебинару тоже придает некий смысл. Ну, и мы подходим к концу. Последний мой слайд, предпоследний. Это вебинар, это синтетическое комплексное медиа, в нем можно совмещать совершенно разные виды деятельности учебной, разные виды демонстраций, презентацию, графические комментарии, видеоролики, демонстрации рабочего стола, работать либо голосом, либо в чате, производить какие-то действия. Вот здесь я мало рисовал, да, но я могу же проводить какие-то действия, вот как-то рисовать здесь, да. Иногда даже более эффективно, чем я бы это мог делать на доске. Проводить опросы, о которых я говорил, там, динамические какие-то вещи. В общем, очень много дополнительных возможностей, которые все целиком позволяют говорить о том, что вебинар – это новое синтетическое комплексное медиа. И, соответственно, те дополнительные, те возможности вообще, не только дополнительные возможности, те возможности, о которых я говорил, их, конечно, можно и нужно рассматривать в отдельности, как отдельные доводы, да, что мы сегодня и сделали. Но все вместе целиком, они порождают некий новый смысл, который говорит о том, что вебинар – это не семинар удаленный, а это нечто совершенно новое, некое комплексное медиа, которое надо уметь применять и которое при своем применении может принести массу интересных и новых возможностей, которые я, возможно, здесь даже и не указал. Вот и все, что я вам хотел сказать по поводу вебинара. В конце вебинара я хотел бы чуть-чуть себя прорекламировать. У меня в начале февраля начинается мой традиционный учебный курс, который называется «Профессиональная разработка электронного учебного контента». И я всех, кто интересуется данным вопросом, на него приглашаю. Давайте я скопирую ссылочку в чат и воспользуюсь тем преимуществом, о котором я только что вам говорил, о том, что участник вебинара может просто кликнуть по ссылке и перейти и посмотреть то, что ему спикер говорит. Вот, пожалуйста, задавайте ваши вопросы. Я надеюсь, что эта информация была для вас полезна и расшифровала некоторые возможности вебинара, о которых вы подозревали, но, может быть, не всегда формулировали это ясно. Ну, а сейчас, позвольте, я сформулирую, сформирую, прошу прощения, сертификаты, которые вы сможете приобрести прямо сейчас, если у вас есть такая необходимость. Займет это у меня буквально пару кликов. Но их все-таки надо сделать. Сейчас я хочу это сделать, пока я с вами не простился. А у вас, если есть вопросы или реплики, я прошу их в чате написать мне. Так, я сохраняю файл. И смотрите, это еще одна возможность. Я, даже будучи просто спикером, буквально в течение минуты-двух организую некоторую дополнительную возможность, даже не обращаясь к помощникам. У меня это почти не занимает времени. Вот я выделяю всех, говорю выдать, и все. И вам доступны сертификаты. Давайте я еще раз приведу ссылку, по которой вы можете это сделать. Так, я готов снова прочесть. Ой, одну минутку. Так, что-то у меня не скопировалось. Ага, вот. Да, зато теперь скопировалось два раза. Одну минутку. Да, структурировано, и в этом преимущество. Вы знаете, когда я много лет занимаюсь вебинарами, но когда я сам для себя это структурировал и записал словами человеческими, вы знаете, мне самому показалось, что я стал о вебинарах понимать гораздо больше, чем знал до этого. Поэтому, если эта информация окажется для вас полезной, позволит лучше понять, что из себя представляет вебинар, и если это окажется полезной для ваших организаторов потенциальных, для ваших начальников, или для финансовых директоров, или еще для кого-то, я буду очень рад, потому что я большой сторонник данного вида деятельности. При всех недостатках, которые у него тоже есть, и которые здесь не были упомянуты. Я буду рад, если это вам поможет. Ну, а со следующего раза мы начнем уже предметно говорить о том, как же реализовать все эти возможности в конкретных... конкретно. То есть, что надо делать для того, чтобы вебинар... подготовиться к вебинару, как надо его проводить, и какие дополнительные возможности после проведения вебинара у вас есть, и как их реализовать. Ну что ж, на этом я заканчиваю. Напоминаю, что в Директ Академии это вебинар каждый день. Приходите еще, будет интересно, мы вам обещаем, и мы будем приводить к вам для вас самых интересных спикеров. Всего хорошего, до новых встреч!